Юристка. Дочь одного европейского министра юстиции, часто помогавшая своему папа в составлении всевозможных законопроектов, говорила своему отцу, будучи 18 лет. Запрети папа в своих законах этим негодным женихам приставать к девушкам. Когда они понадобятся, им скажут. Запрети также, кстати, молодым людям жениться ранее 35 лет. Ранние браки отнимают у нас лучших кавалеров. Можно, пожалуй, папа позволить жениться и ранее 30 лет. Сделай уж ему ступку. Так и быть. Ах да, кстати! Если увидишь министра внутренних дел, то попроси его, чтобы он предписал губернаторам брать с каждого холостяка штраф в размере 30-40 франков в год. Двадцати пяти лет. Двадцати восьми лет. Ты, папа, просто глуп. Но можно ли вести так дело? В уложении о наказаниях у тебя нет ни одной статьи против этих негодных холостяков. Назначь ежегодно поголовный штраф по крайней мере в 10 тысяч франков. К этому штрафу прибавь месяца два тюремного заключения с лишением некоторых особенных прав и преимуществ. И ты скоро не увидишь в нашем государстве ни одной засидевшейся девушки. Тридцати лет. Сто тысяч франков. Сто тысяч франков. Наконец, двести тысяч. Скорее. Год тюремного заключения. Тридцать горячих. А если вам не будут повиноваться, никто не помешает вам потребовать роту солдат. Корее варвар. Тридцати пяти лет Смертная казнь через расстреляние, умоляю, отец. Неужели ты не видишь, что я готова повыцарапать всем глаза? Смертная казнь? Нет. Пожизненное, одиночное, тюремное заключение. Это посильней будет. Допиши же скорей. Сорока лет. Папочка, милый ангел, сходи к министру финансов и попроси его ассигновать сумму для выдачи ежегодных премий холостякам, намеревающимся жениться. Сходи, милый, будь так добр. И запрети, кстати, молодым людям жениться на девушках, не достигших тридцати пяти сорока летнего возраста. Папочка, голубчик.